Знакомство Юрия Котикова с ретро-автомобилями началось с 321-го BMW. Мужчина выкупил солидного немца у своего приятеля. Было это 20 лет назад. С тех пор Юрий увлекся реставрацией автомобилей. Сначала он вдохнул новую жизнь в военный советский ГАЗ-67. Полноприводную легковушку с открытым кузовом он восстанавливал в обычном гараже. Тогда у Юрия не было специальных инструментов, да и опыта не хватало. Все приходилось познавать методом проб и ошибок. Со временем Юрий оборудовал для своего хобби несколько мастерских. Недавно почти закончил работу над военным ГАЗ-67. Она выпускалась с 43-го года. Вот это 43-й год модель. До 53-го выпускалась. Нашли ее в Самарской области. Купил и вот. Ну вот реставрировали. На восстановление одного автомобиля уходит от полугода до нескольких лет. За всю жизнь Юрий Котиков отреставрировал более 60 уникальных автомобилей. Например, на этот артиллерийский ГАЗ-61 ушло больше трех лет. Детали для таких автомобилей на обычном станке не изготовишь. Для работы Юрий приобрел немецкий Кербер Берлин 1936 года выпуска. Восстанавливаем деталь там из-под земли достали, там наварили. В токарном станке обработали, резьбу заново нарезали. Восстанавливаем деталь на нем. А этот станок у меня, он 60-го года. Это наш советский универсальный станок. На нем и фрезер, на нем и сверлильный, на нем и наждак. Такой универсальный станок. Вот я его купил. В лаборатории он стоял на заводе. При реставрации машин мастер старается использовать только оригинальные детали и запчасти. Вот из-под земли вот останки. Вот двери вот стоят вот в таком виде копанные. Ну, понятно, жестянку приходится менять. А каркасы живые. Ну, восстанавливаем каркасы. Вот они. Каркас родной, оригинальный металл. Здесь фрагменты поменяли. Ну, и рубашка, конечно, новая, потому что она, ну, за 80 лет она сгнила, конечно. В мастерской Юрия Котикова есть уникальные военные машины, которые способны преодолевать даже водные преграды. Это амфибия ЗИЛ-485, 50-х годов выпуска. Нашли его в Албании. Вот его привезли. Сейчас мы его реставрируем. Будет плавать, ездить. Вот. Такой интересный огромный автомобиль. В него загонялся Г-69 и десант. Есть в коллекции Юрия и совсем редкие автомобили. Например, роскошный американский Форд, которому исполнилось 64 года. Это Форд Файландер 500. Выпускался с 56 по 61 год. Двигатель В8, 5 литров. Особенностью этого автомобиля является уникальная выдвижная крыша. На разработку подобного механизма американцы потратили более 18 миллионов долларов. В свободное от работы время Юрий участвует в выставках ретроавтомобилей. Его машины моментально становятся объектом внимания горожан. Многие хватаются за смартфоны, чтобы запечатлеть фрагменты живой истории. Анатолий Головков, Василий Колдашов. События.